Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 17 августа, Православная Церковь совершает память мученика Елеферия Византийского. Святой Елеферий был родом из Византии и жизнь свою блистательно украсил цветами благочестия. Воспитание он получил при царском дворе, где вскоре достиг почетного положения. В это время он превосходил всех богатством и славою, но при всем том он не увлекался земной суетуе. Помятуя о нетленном и вечном, а все земное вменяя в ничто, Елеферий предпочитал быть у порога в Доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия. Обращая свой внутренний умный взор к Богу, он ежедневно упражнялся в пении священных песней и украшал жизнь свою всякими добродетелями. Невыносимо было видеть то для врага души растлителя, и он внушил одному из рабов блаженного оклеветать пред царем господина своего. Раб этот, явившись к царю, донес ему «Господин мой принял крещение, соорудил церковь и, веруя в распятого, поносит царские указы. Приобрел он много священных изображений, совершает службы христианскому Богу и постом со слезами и земными поклонами изнуряет свое тело». Выслушав этот донос раба на господина, царь сильно разгневался и призвал к себе святого. Но когда святой явился, он, скрывая свою злобу, повел как бы мирную речь и сказал «Елефири, как это так случилось, что ты отдалился, оставил нас и пренебрегаешь нашей любовью к придворным вообще и даже особенным к тебе моим вниманием?» На это святой ответил «Царь, меня заставляют поступать так различные недуги тела моего». Тогда царь сказал «Почему же ты один наслаждаешься в своем поместье благорастворенным воздухом? Нельзя ли и нам посетить тебя и насладиться вместо с тобою благами загородной жизни?» Блаженный не обратил особенного внимания на эти царские слова и не придал им надлежащего значения. К вечеру он удалился в свое любимое имение и, затворившись по обычаю, в отдельной комнате предался богомыслию. А когда уснул, то во сне увидел глубокую, как бы колодец пропасть, в которую сошел он и увидел там прекрасную церковь. Объятый трепетом от такого видения, Елефири наутро опять отправился к царю. Царь опять начал прельщать его ласковую речью, стараясь поколебать его веру во Христа. Но напрасно, потратив слова и будучи не в состоянии совратить святого, царь приказала отсечь ему голову мечом, честное же тело его бросить на съедение собакам и птицам. Так блаженный Елефири предал дух свой Богу. Тело же его, брошенное в небрежение, взял некоторый священнического чина человек-христианин, и, помазав его Елеем и покодив Фимиану, предал погребению в нарочитом месте. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Семи отраков Ижа-Ваефесия, Максимилиана, Ямлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Эксакуста-Диана и Антонина. Празднуется обретение мощей праведного Алексея Борт-Сурманского пресвитера, преподобно-мученица Евдокии Римлянами. Честуется обретение мощей святителя Арсения Элосонского, архиепископа, преподобно-мученика Михаила Жука, Ира Монаха, мучеников Симеона Воробьева и Димитрия Воробьева. Совершается празднование икони Божией Матери Казанская-Пензенская. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с Днем Тезаименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok